Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ластфуари Беларусь. Я Ластфуари, а игра у нас Battlefield 1942, модификация Battlegroup 42 и дорога Вагиру или маршрут Вагиру. Это карта тоже сицилийской компании, здесь мы уже не американцами, американцы в это время высаживаются там же в Сицилии, немножко в другом месте на пляже Аргела и соответственно мы с ними соединяемся, вместе идем в Вагиру, но до того как мы соединимся нам нужно закрепиться здесь, потому что хотя мы высадились неплохо британцами и канадцами, но есть некоторые проблемы. Как вы видите, все точки под контролем у нас итальянской стороны и туда еще нужно доехать. Я бы наверное даже попытался сразу направиться вот сюда, здесь может быть на этом участке земли, удастся закрепиться лучше чем здесь, у нас есть только несколько орудий, больше ничего. Оттуда мы бы могли, может быть, сланга как-то ударить и выбивать из них дух постепенно, но я правда не уверен в том, что это хорошая тактика, однако, давайте возьмем сапера, может быть это удачный вариант, а может быть и нет. Сориентируемся. Было бы неплохо захватить какой-нибудь танчик. Угу. С тобой справились, с тобой нет. И у нас некоторая проблема. Особенно если я его не уничтожу. А я его похоже не уничтожу. Ага. Хорошо пошла. Правда, очевидная четверть здоровья, даже больше, чем четверть, к сожалению. У меня улетучилось, может быть здесь есть где-нибудь ящичек с припасиками, нет? Такого богатства не предусмотрено. Уп. А здесь тоннели подземные есть? Неплохо. Может быть здесь и флаг подземный, я правда не на 100% уверен. Но возможно это так. Здесь мины, хорошо. Ну ладно, в любом случае здесь видны коридоры, да, такие ограниченные. И мы добираемся до флага. Это означает, что спавна здесь у них больше нет. А это хорошо. А это совсем-совсем неплохо. Комнаты заблокированы. Конечно, никаких открывающихся дверей у нас здесь нет. Мы тем временем взяли под контроль. Ну пока что, как минимум, эту точку. И давайте попробуем нащупать выход отсюда. Нащупали. Хорошо. Что у нас происходит здесь? Это наше. Есть ли какая техника? Было бы неплохо. Ага. Вижу какой-то танк. По габаритам, да, и обозначениям. И базиком мы его приватизируем, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Чего? Не хочешь уступить место? Спасибо. Я знал, что ты меня поймешь. А теперь мы можем подвигаться дальше. Потому что здесь уже можно как-то отстреляться. И даже спрятаться есть где. Что, с моей точки зрения, большое-большое преимущество. Ага. Да, мы вас тоже видим. Ты не авточнилка. У меня просто грузовик. К сожалению. Но зато я аж могу чего-то сделать, правда? Если у меня танк не стырит. Тогда я смогу чего-нибудь сделать. Иначе, иначе будет нехорошо. Давайте, дорогой, мне уступишь на единицу. Ну и в кого ты там пытаешься упасть? Идиот ты такой. В стенку, что ли? Ты знаешь, что целится через стену это читерство? Мда. Логика здесь у Саржа, дорогого нашего. Который, как бы, автор всей карты, вроде бы, хромает. Ну ладно. Этот танк я чинить не буду. Потому что это будет только повторить мою ошибку. Потому что его тоже могут спереть. И это было бы неприятно. Давайте мы сначала кого-нибудь завалим. Ага. И теперь вот уже, наверное, можно что-то сделать. Так. Ну, наши, я вижу, с юга захватили ту точку на холме, которую мы проехали в первый раз. Это хорошо. Что будто не совсем уж фигней страдают. Ну, по крайней мере, не полностью. Давайте мы также раздолбаем этого товарища. Даже с первого выстрела. У меня не много сбивает с толку этот прицел танковый. На мой взгляд, он перегружен чересчур элементами. Всякими шкалами. Которые мне бы приходились и в более минималистичном духе. Я не думаю, что здесь физика снарядов настолько идеальная, что прямо эти прицелы соответствуют нашей виртуальной реальности на 100%. Угу. У них здесь зона спавна, поэтому товарищ спавнится прямо на транспорте, что тоже иногда бывает. Так, ну давайте мы флажек как-нибудь захватим, если еще кто-нибудь спавнится. Он уже серенький. Хорошо, но могут быть еще пара человек где-нибудь за углом. Углов здесь хватает. Такой не то чтобы город. Да, три с половиной дома. Город по-скайримски. Так сказать, или по-моему уровеньски, если кто-то классику любит больше. И есть на юге кое-что. Да, и есть незахватываемая база дальше там. Ну, там делать особо нечего. Но вот насчет точки на юге, дело другое. Да так уж медленно башня ворочается, просто трындец. Мне нужно мышкой несколько раз покрутить, чтобы она хотя бы на 90 градусов куда-то, может быть, на 120 градусов переключилась. И вы, ребята. Хорошо. Вы и так, я вижу, разоплотились. Сложно порой сказать по этим обломкам. Нам немножко помогли наши товарищи, да, артиллерии. И мы можем пройти вперед. У них здесь довольно-таки порядочный спаун. В смысле концентрации ботов. Я даже толком не успеваю подняться. Потому что нужно отвлекаться на общественность. И с такого расстояния не может не поздороваться. Да, эта штучка стволом ворочает почти никак, но вот стреляет больно. Так. И... Привет. Даже первый снаряд их не выкрасил, но сейчас выкрасит второй. Тем более, что выйти они не догадаются. Надо полагать, да. А вот граната меня вполне может повредить. Ну чё? Может хватит гореться? Ага. Ага. Это даже лучше. А вот что не лучше, так это взрыв. Так. Так. И... Как-нибудь вот так. Давайте мы спрячемся, может быть. Ага. Ну-кася. Нет. Эти ребята, к сожалению, от меня увернулись. А ты куда? Твою маму. Ладно. Куда-то дуна. Но, по крайней мере, мы, да, отоборонялись. И, возможно, даже кого-то починим. Особенно вот этих вот болезненных, которые уж совсем в незавидном состоянии и положении, если мне за это время не застрелят. Так. Окей, чувак. И давайте я тоже чего-нибудь возьму. Может даже этот... Ты целишься, я смотрю. Вряд ли ты мне уступишь. Да. Вряд ли, вряд ли. Чё, будем на грузовичке прорываться? Есть шанс сдохнуть в первую минуту. Как это плохо? Нет. На этом грузовичке мы не будем прорываться. Он какой-то совсем калеченный. Давайте лучше на этом. Заодно и танки починим. С собой, да. Слегка. Чуть-чуть. Самую малость. Давайте я лучше от третьего лица повежу. Ха-а-ай. Заказывали ремонт. Экспресс. Беспроводной. У нас 4G технологии. В области гаечного ключа. Ну чё, я дальше поехал. Что у нас? Как у нас? У них эта точка плюс... Плюс они пытаются выбить нас. Так. Этим поможем, может быть, если меня не завалят. Да, я вижу, как циферки бегут вперёд. И кого-то я даже лечу своими усилиями. Угу. 70% И да, мне неплохо. Так. Ты как, дорогой? Нормально, да? Давайте я лучше в первом месте. И теперь мы можем, наверное, кого-нибудь попробовать завалить. Если повезёт. Если повезёт. Меня также не завалят мой же танк. Так. Привет. Счастливо пробираться. Угу. Вот это я и имел в виду. Жаль, что я сдохнул. Зато танк вообще не завалил. А ты куда полетел, скотина? Ну-ка. Ну-ка. Не знаю, насколько с убеждением нужно по нему стрелять. У меня это никогда особо замечательно не получалось. Но вот как-то мы его убили, похоже. Я бы даже сказал, очень эпично. Давайте воспользуемся альтернативным маршрутом и проверим этот хлоп на прочность. А мотор на мощность? Да, мотор так себе. Значит, будем дальше добираться к заправке Ниндзя. И, возможно, даже вот куда-нибудь туда. Здесь выглядит досконку крутовато. Однако, очень так мило расположен флаг, совсем близко и соблазнительно, что, возможно, мы даже его захватим. Или, по крайней мере, нарушим их спавн, поскольку с фронта, как вы видите, так себе можно пробраться. На танке здесь тоже особо не заберешься. Но вот в ручную, или вернее в ножную, можно устроить диверсию, поскольку с этой стороны обороны практически никакой нет. А флаг, он не по центру. Он вынесен в сторону, совсем в край, хоть и в другой край, но да. А как видите, эта тактика в плане макмейкерства такая, сомнительная. А теперь я сделаю сюрприз. Вы, ребята, вам удачного спавна. Так, и еще раз. Ой, не ой, я себя почти не зацепил. Так. Так. Угу. Так, идем. Эта винтовка мне уже больше по душе. Она хоть перезаряжается так сама, у нее, может быть, настоящая обойма есть, кто ее знает. Что-то не вдохнешь. Ладно, неважно. Потому что мы победили. Победа полная. Каждая, в принципе, неплохая. Штурмовать первую точку, которую встретите, я не рекомендую. По-моему, это идея так себе. Там и никакого транспорта толком нет. И закрепиться там негде. Лучше пойти подальше. И захватывать такие микрогорода, города-поселения и так далее. Там уже есть и какие-то укрепления, и танчиков побольше. А с танками воевать гораздо проще. Ну, не мне вам о том рассказывать, конечно же. И, таким образом, моя оценка, в общем, где-то положительная. Свои мнениями вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, очень помогает, когда вы делитесь им в социальных сетях. Я был Last of War из канала Last of War Беларусь. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.